Дорогие первопутники, мы познакомились с одной из наших концернаторских традиций. Мы всегда собираемся в Малом Заре, в первый день учебного года, для того, чтобы посмотреть друг на друга, убедиться в том, как вы изменились с момента экзаменов, естественно, в лучшую сторону, цвет лица уже совершенно чередневной, выражение его слоя. Это очень важно, это очень радостно, потому что впереди замечательный путь, путь, который вы заслужили. И первое, что я хочу сделать, это, конечно, поздравить вас. Поздравить с тем, что позади остался этап школьный. Это очень важно, потому что в этот момент уже практически вы стали профессионалами. Первый курс в инсерватории, это уже профессиональная работа, и, конечно, она уже открывает совершенно новые горизонты, новые возможности. И в этом вы сразу же убедитесь, ну, не только в классах специальности, хочу это подчеркнуть, а именно входя в атмосферу консерватории. В атмосферу еще берет концертный зал, ее аудитории, ее библиотеки, ее аудитории, в которой будут читаться интереснейшие лекции. Потому что действительно, надеянное консерваторское обращение уникальное. Оно сейчас копируется, в заключении делаются такие попытки скопировать нашу систему, в основном, в тех странах, где возникает вот такая экономическая возможность это реализовать. Вот у меня на столе лежат договоры из Китая, из Южной Кореи. Причем это не филиал, Московская консерватория нигде не устраивает филиал, чтобы диплом в Московской консерватории был уникальным и выдавался только здесь, только в Москве. А вот помочь другим, нашим коллегам, музыкантам, мы всегда готовы. И мы это делаем в самых разных странах, поэтому общение у нас очень активное. Но вы сами, опять же, убедитесь, поскольку нет уже паузы. У нас и зимние каникулы, и летние каникулы, заполненные международными школами, когда сюда приезжают нам учиться, и ваши же учителя, ваши профессоры уже расширяют труд общения с тем, чтобы те, кто прикоснулся к нашей традиции, также получили возможность развития ее уже как собственную судьбу. Поэтому вот такая у нас впереди длинная дорога. Вам очень повезло, но вы это заслужили. Действительно, сейчас большая часть вашей личной заслуги еще адресованы, конечно, вашим преподавателям в школе, в училище, и, конечно, родителям. Но дальше имейте в виду, что вы теперь же взрослые люди, и никакие родители в данном случае вам уже не в помощь, а только, так сказать, восхищение вашими собственными. Вот поэтому все проблемы решайте сами. У вас будет возможность, естественно, общаться с деканами, естественно, я желаю, чтобы оно было как можно реже, но, тем не менее, есть, что понадобится, конечно, вам помогут, безусловно. У нас еще есть одна радость в этом году. Выпуск консерватории, который уже весной получит дипломы, это 150-й, 150-й выпуск, то есть у нас будет юбилей. И получается так, что недавно подметили 150-летие самой консерватории, это был двухлетний такой замечательный марафон всех концертов, фестивалей, конкурсов, которые были посвящены этому событию. А вот сейчас будет тоже фестиваль, весенний, посвященный, скажем, 13-летним выпускам. Ну и плюс-то сегодня еще год конкурса Чайковского. То есть это тоже великолепный праздник, и, конечно, мы всячески будем помогать вам не только слышать об этом, но и слышать это, то есть побывать на прослушивание конкурса Чайковского, конечно, в фестивале. И вот это очень важно. Это тоже школа, это тоже возможность шлифовать свое собственное мастерство. Еще, наверное, зачеркнуть ваше внимание, но об этом вам скажет председатель Студсовета консерватории. У нас очень хорошие тесные русские связи с другими художественными организациями, художественными филармониями и музеями. Вот это ваша возможность. То есть не теряете, не теряете эту возможность. Как говорят, бывает соборник из сапог, кто в Москве живет, мало что в Москве видит. Вот в этом отношении значительно больше как раз пример подают наши замечательные студенты из других городов. И они как раз более как жадно воспринимают эти впечатления и правильно делают. Потому что вот это и есть, собственно говоря, дорога к творчеству настоящего высокого мастерства. Ну и последнее, что хочу тоже сказать. У нас на этой неделе должен быть большой праздник, участниками которого вы станете. Мы вводим в предыдущую эксплуатацию первый 15-этажный корпус общежития. Это совершенно замечательное, роскошное здание. Всего таких будет три. И мы решили на ученом совете, что первыми жильцами в общежитии будут первокурсники и пятикурсники. Кто входит в консерваторию и кто уже совершает свой путь дней. Поэтому в пятницу на этой неделе, седьмого числа, в 16 часов, у нас будет очень красивый обряд. Обряд освещения в этом здании. И это будет делать митрополит Валерий Иванович, членов общечительского совета консерватории. Также выступит министр. Ну, не буду все рассказывать. Но, во всяком случае, на этот праздник приходите не только те, кто будет жить в чужитии, а вообще те, кто консерваторским воздухом дышит. Ну, а сейчас я хочу вас еще раз поздравить, порадоваться за вас и порадоваться за тех наших профессоров, которые обновили вашу судьбу, выбрали вас на приемных экзаменах и теперь поведут по этой дороге. Удачи вам! Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогие студенты, я тоже от всей души хочу вас поздравить с этим замечательным днем, который навсегда останется в вашей памяти. Через всю нашу сознательную жизнь проходит этот день. И он, собственно, никогда не уходит, он остается с нами. С ним связаны очень смешанные разные чувства и тревоги, и волнения, и надежды, и ожидания новых впечатлений, новых встреч. А ведь как раз в нашей стране он еще бывал и днем Нового года. Вот это не случайно, он так для нас и ассоциируется с Новым годом. И особенно, конечно, хочется обратиться к первому курсу. И я надеюсь, что за тот период, когда вы уже отдохнули после поступивных экзаменов, вы успели осознать значение того профессионального успеха, который вы уже осуществили, поступив в Московскую консерваторию. Я всю жизнь пребывала в уверении, что музыкальное образование можно самое лучшее, самое серьезное, высоко профессиональное, можно получить именно в лучшей консерватории на Земле, это в Московской консерватории. Когда я училась, я восхищалась своими педагогами и всеми профессорами, замечательными музыкантами, которые преподавали в консерватории. Я до сих пор не перестаю восхищаться своим коллегам, их талантом, их самодержным трудом. Я хочу подвигаться своей радостью. У меня этот год знаменательный, потому что совпали круглые даты, ведь самые важные в моей судьбе и в моей жизни. 60 лет тому назад я стала студенткой в Московской консерватории, а 50 лет тому назад я начала преподавать в Московской консерватории. Когда я поступала в Московскую консерваторию, то как раз проходил первый конкурс Чайковского. Конечно, элифория была необыкновенная, и ажиотаж вокруг кликерна, и вообще музыка зазвучала по-другому, более душевное тепло, более искренне как-то, и вообще началось какое-то новое отношение к музыке, да и 60-е годы вообще был новый этап в развитии нашей культуры. Александр Сергеевич вспомнил, и я тоже, конечно, помню, что в будущем летом произойдет уже 16-й конкурс Чайковского. Ну, те студенты, которые поступали, надо и учиться на нашем факультете, они знают, что у нас каждый год проходит конкурс имени Холопова, и, казалось бы, мы недавно это затевали, но уже прошло 12 конкурсов Холопова. Почему я это говорю? Вы понимаете, что у меня все основания говорить о том, что время летит очень быстро. и я призываю вас не тратить его зря. Вы должны получить от Московской консерватории все то, что она может вам дать, а возможности вашего профессионального совершенствования здесь, они очень велики. И ваши творческие успехи, ваши знания, ваш уровень мышления и интеллекта, это все зависит от вас. Искусство в ваших руках. Помните об этом. И вы не успеете оглянуться, как вы уже будете стоять на сцене большого зала, и вам будут вручать дипломы об окончании Московской консерватории. Все происходит очень стремительно. Через 4 месяца зимняя экзаменационная сессия, а еще через 3-летние экзаменационные сессии. И как вы не успеете проследить за этим, если вы не будете в этом плане, действительно, очень серьезные, большие, творческие, профессиональные силы. Пусть будут ваши самые смелые, самые яркие, самые несбыточные надежды и мечты. Я вас еще раз поздравляю. Будьте счастливы. Я вас еще раз поздравляю. учебного заведения. И для меня большая честь выступать сейчас перед вами, представляясь в этом пути. Безусловно, каждый выступивший, оказавшийся здесь, испытывает сейчас чувство не только радости, но и искренней гордости, пройдя с достоинством все этапы ступительных воспитаний. И с уверенностью можно сказать, что сегодняшний день для всех нас это годный праздник. Но также не стоит забывать о том, что быть студентом и выпускником консерватории не только очень почетно, но и весьма ответственно. Ибо за нами стоит вся поколение истории нашего учебного заведения. Великие люди, музыканты, педагоги, композиторы. И мы должны стать достойными преемниками и не снижать поставленную высокую перед нами планку. Музыка самокоседентов мы станем чрезвычайно требовательной. И она открывается только тому, кто будет упорным и ее достойным. Великий композитор прошлого столетия Арнольд Шонгер писал «Искусство — это на девятой репетиции иметь потребность десяток, потому что есть что сказать и на десяток. Эта мысль очень точно выражается в глубину мастерства, исходящего из этого неокративность постоянной работы, постоянного экскалина, истремления к идеалу. А без этого всего не может быть и настоящее искусство, и настоящий музыкант. Важно помнить, что мы отвечаем за каждую большую интонацию и за каждое неудачное слово о музыке. И наши задачи, как будущих специалистов, стоять на страже истинного, а не распространенного нынешнего смесно ложного профессионалиста. Задача очень трудная, но, как говорится, если меня возьмут перепрыгнуть через забыль, то надо цариться на ум. Заканчивая свою вещь, я хотел бы пожелать всем студентам искренней любви к музыке, трудолюбие, целеустремленность и, конечно же, потребность десятой репетиции. Благодарю вас внимательно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...